Расположенные в самом сердце Соединенных Штатов сельскохозяйственные районы Айова испытывают кукурузный бум. В занятых выращиванием кукурузы городках, таких как Галва, строятся новые дома после нескольких десятилетий медленного упадка. В местной школе открылся новый центр исполнительских искусств на 400 мест, а фермеры покупают новое оборудование. Алан Беннетт один из них. Это мой новый комбайн. Важный фактор для укрепления местной экономики – перерабатывающий цех округа Квод, расположенный за кукурузными и соевыми полями Беннета. Там его урожай превращает в этаноловое топливо. Неподалеку отсюда расположены три завода по производству этанола. Сейчас на кукурузу большой спрос, не то что раньше. В 2005 году Конгресс принял закон, требующий добавления этанола в бензин отечественного производства. Одна из причин, по которой он был принят – стремление производить больше топлива на территории США, говорит управляющий заводом Дилейн Джонсон. Обеспечивая производство топлива внутри страны, мы снижаем зависимость от Ближнего Востока, на защиту которого мы, как известно, потратили немало средств. Использование производимого внутри страны этанола растет с повышением государственных требований. Сегодня в топливо перерабатывается по меньшей мере четверть американского урожая кукурузы. Экономисты отмечают, что это одна из причин, по которой цена кукурузы сейчас в три раза выше, чем в 2005 году. Билл Тенттингер выращивает кукурузу в 100 километрах отсюда, в городке Лемарс, штат Айова. А еще он кормит кукурузой своего рода, но лишь до определенного момента. Его производство слишком раздуто. Это огромный зверь, пожирающий нашу кукурузу. Этот зверь создает серьезную конкуренцию домашним животным, традиционно потребляющим кукурузу, таким как свиньи, коровы и куры. На фоне резкого падения урожая в этом году в связи с засухой ситуация обостряется. Цены на кукурузу установили новый рекорд. Промышленному животноводству грозит серьезный рост производственных затрат, а мелкие фермерские хозяйства могут и вовсе разориться. Поэтому отрасль просит, чтобы Конгресс отменил закон, требующий добавления этанола в бензин. Если мы не откажемся от этого закона, и этанол и дальше будут производить из кукурузы, то на это уйдет весь наш урожай, и ничего не останется для корма. Тенттингер говорит, что цены на корм вырастут, а это навредит потребителям, и так страдающим от слабости экономики. Однако фермер Алан Беннетт считает, что отказ от этого закона больно ударит по его городу и по потребителям. Это может обанкротить этаноловый завод. А это не шутки. Наша страна зависит от этанола, ведь на его долю приходится 10% топлива. Этанол важен для Америки. Билл Тенттингер согласен с ним. Однако он отмечает, что наблюдающаяся в этом году засуха заставила его по-другому взглянуть на вещи. Я не принадлежу к тем, кто спорит об использовании кукуруз для пищи или для производства этанола. Однако в конечном итоге все может свестись именно к этому. Производство этанола уже крепко укоренилось в экономике США, и этот спор наверняка будет продолжаться. Продолжение следует...